МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В объекте будут проводиться работы по благоустройству. Работы еще не завершены. До 1 июля – это предварительный срок, но мы встречались буквально в прошлой четверти подрядчиками и заказчиками по проведению работы. И знаем, что есть требования к улучшению ремонта. И в рамках догсоглашения сроки будут продлены. Еще одна тема – уличное видеонаблюдение. Так, к системе «Безопасный регион» в Одинцовском округе подключено порядка 5000 камер. Около 900 из них – в Звенигороде. Кроме того, за последний год была усилена комплексная система оповещения жителей. Например, раньше в городе было 6 электросирен, а информирование происходило через мегафон. Убрали всю аппаратуру старого парка, переключили управление пунктами на цифру и, соответственно, позволили оптимизировать местную систему населения. Звенигород становится центром туризма. Здесь проводятся значимые культурные мероприятия. В том числе савинские чтения, фестивали уличной музыки, фестивали «Подмосковный умелец», «Вкусная масленица», а также различные праздники в парках и во дворах. А еще вступают в завершающую стадию ремонта реставрационной работы в Звенигородском музее. Мы сейчас приступаем к окончанию работ и контракт мы породлили до 31 октября. Надеемся, в этом году мы все-таки музей отреставрируем и то, что касается благоустройства территории, закончим. Удражание было связано с тем, что потребовались дополнительные работы по усилению фундамента, с заменой перекрытий и выемка кирпича, которая, в общем-то, ее трудно всегда в реставрационных работах предугадать, оказалось несколько больше, чем полагается. Активно идет подготовка и к 870-летию Звенигорода, которая будет отмечаться в следующем году. Идет активное благоустройство Звенигорода и в том числе вместе с Советом и нашими инициативными жителями будем, наверное, разрабатывать концепцию и празднование всего следующего года и о самом мероприятии. Так же, как и сувениры, мастерские, выставки, все это тоже попадает 100% в ту концепцию, которую мы уже многократно по Звенигороду обсуждали, туристическую концепцию. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.